Сегодня в Петербурге должен был состояться митинг ЛГБТ-активистов, День камин-аута. Но православные активисты, люди называющие себя таковыми, не дали состояться акции. Один из организаторов акции Наталья Цымбалова. К сожалению, нам акцию не удалось провести, нам ее сорвали гомофобы вместе с полицией, совместными усилиями. Полиции ниже Плинтуса отказываются обеспечить безопасность нашей законной и мирной акции, которая заявлена в полном соответствии с законом и которую должна защищать полиция. Они ничего не делают, они просто стоят и ждут, что будет, кто кого побьет. Сильно нас бить не решаются, но нас не пускают туда, на наше законное место для проведения акции. Нам туда не дали пройти гомофобы, полиция нам не помогла пройти. Наташа, скажите, пожалуйста, а вообще каков смысл был вашей акции сегодняшний? Мы сегодня отмечаем День камин-аута, это День открытости, День открытого признания своей сексуальной ориентации, гендерной идентичности. Вы думаете, что это? Мы граждане этой страны имеем право выходить, реализовать свое конституционное право, да? Вы не живете, это все праздники другие, вы что? А у нас такой праздник, вам жалко? Вы не можете тут стоять. Вот что происходит все это время, когда у нас должна была быть акция. Крики. Тебя не касается. Меня касается, потому что каждый метр здесь залит кровь русских людей, которые проливали здесь кровь. Ты думаешь, что наши предки не проливали кровь здесь? Вот так вот. Моя бабушка здесь была в блокаду, так что не надо здесь предками своих махать. Я ничего не стал не расставить. Я уважаю вас. Здесь статья 149 УК. Воспрепятствование реализации права на свободу собраний. На наш взгляд, полиция и то руководство полиции, которое здесь сегодня отвечает за безопасность на акции, должно отвечать по этой статье. Мы будем этого добивать. Милуй нас, грешни. Вы закон нарушаете. Вы агрессивные гопники, вы не имеете права этого делать. Вы русские православные люди, а ты кто? Я гражданка этой страны. А о чем говорит вот сегодняшнее происшествие, будем говорить так? Сегодняшнее происшествие говорит о разгуле фашизма в стране и о том, что государство ему потворствует. И все будет только хуже. Это коснется не только геев и лесбиянок. Это коснется многих других граждан, которые не выходят сейчас на акции протестовать, но до них эта коричневая зараза тоже дойдет и по всем ударит. На несостоявшийся митинг пришла и Нина Сазаева, мама гея из родительского клуба. Нина, как ваше впечатление? Вообще, это все, что происходило, это все было очень ужасно. Это было настолько ужасно, что полиция птакала тем людям, которые были нашими противниками и ничего не делала. Это просто возмутительно. Более 10 участников акции были задержаны. По словам организаторов, полиция ничем не помогла им для того, чтобы митинг состоялся. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.